Уважаемые коллеги, мы часто говорим о том, что вот жалуемся на окружающую среду, на климат, на... Ну, даже все кругом виноваты, а мы такие белые, пушистые. Но, что нам мешает использовать те резервы, которые у нас имеются в том или ином регионе? Ну, в большей степени я буду говорить сейчас о юге, но вот эти моменты, они относятся не только к юге, но и к уральскому региону, не черноземной полосе, Сибири. Просто-напросто агроном должен быть технологом по использованию тех ресурсов, которые есть. И, слава богу, есть инструменты, которыми нужно пользоваться. Ну, проблемы современного земледелия, я не буду их перечислять, это деградация, нестабильность урожая, в общем-то, с чем мы сталкиваемся практически ежегодно. И самое главное, что наша продукция должна быть конкурентоспособной. Чем выше затраты, тем мы, в общем-то... Затраты можно снизить. И вот я делюсь тем опытом, опять же, опытом наших аспирантов, кафедры растеневодства, которые проводили эти исследования, которые... Ну, я делюсь этим материалом, чтобы вы, по крайней мере, задумывали, что это можно делать в каждом хозяйстве. Только не мечтать, сидя на диване, что да, я это сделал, а реально делать в производстве. Вот смотрите, у нас в области 4,5 миллиона пашек, которые в обработке. И ежегодно на пашке мы теряем такое количество азота, фосфор и калий. Это данные Южьей Проземы. А то, что мы можем вот компенсировать, мы почему-то об этом молчим. Вот это водная эрозия на чистом пороге. То, что у нас неделю происходило, наблюдалась ветровая эрозия, то же самое, вынос мелкозема на миллионы гектаров. Все это разносилось. То есть проблемы, связанные с деградацией. И учеными Донгау разработаны вот те мероприятия, которые мы можем использовать. Я бы хотел сказать так, что вот то наследие, которое оставили наши основоположники нашей агрономической науки, я говорю как о в целом российской, так и Донской, которые здесь трудились, в стенах этого университета. Созданы великолепные школы и почвоведов, агрохимиков, растеневодов, земледелов. Но мы почему-то вот забываем о тех наработках. А ведь это наследие, которое нам досталось бесплатно, и мы должны его просто-напросто использовать. Ну, какие основные составляющие по системе наутил, я не буду на них останавливаться. Это, подчеркну, вот почвопокровная культура, что это такое и как это использовать. Для того, чтобы сохранить плодородие почвы и сохранить, рационально использовать ту влагу. Вот об этом мы с Николаем Васильевичем говорили. Какие мероприятия можно бы рекомендовать по использованию тех осадков, чтобы они работали на плодородие и на урожай. И в последующем мы могли снизить отрицательное действие засушливых условий. Тем более, как Вы говорите, количество осадков в целом близко к тому, что было и раньше. Да, распределяется по сезонам года крайне неравномерно. Но нужно сказать, что вот основное накопление влаги у нас здесь, в Ростовской области, происходит осенне-зимний период. Осадки летнего периода, как правило, в формировании водного режима они не принимают участие. Они только лишь поддерживают то состояние для вегетации. Вот теперь перейдем непосредственно к тем ресурсам, которыми обладает Ростовская область в частности. Вот если брать в структуре пассивных площадей, то зерновые колоссовые у нас составляют больше 60%. Это не есть хорошо, но озимая пшеница является одной из экономически оправданных культур. И если брать 4,5 миллиона пашни, мы сеем, Алексей Петрович озвучил в этом году, 2,7 миллиона. По чем же мы сеем? Выходит, пшеница по пшенице. Но вернемся все-таки к тем нормативам, которые должны быть. Вот у нас 2 миллиона, давайте отталкиваться, 2 миллиона озимой пшеницы. И после уборки озимой пшеницы мы должны размещать яровые культуры. Потому что озимых у нас, ну, рапс можем посеять, которого очень мало. Это яровые культуры. Подсолнечник, кукуруза, ячмень, горох. Ну, все культуры. Так вот, смотрите, от уборки озимой пшеницы только в осенний период, мы имеем июль, август, сетябрь, октябрь и ноябрь, 5 месяцев, это в пределах 150 дней, теплого периода, который мы не используем. И плюс еще в ранний весенний период, мы же по грязи не сеем, еще примерно месяц, весенний период, вот вам около 200 дней теплого периода, который у нас не используется. За этот период, здесь, в Персианоке, по средним многолетним данным, в летне-осенний период выпадает 170 миллиметров осадков. Сумма положительных температур полторы тысячи градусов. И самое главное, солнечная энергия составляет около 700 киловатт-час на один квадратный метр. Вот сейчас же солнышко греет. А мы это не используем. Убрав озимую пшеницу, мы начинаем интенсивно там вести обработку почвы. Хотя можем там использовать почву покровной, седеральной культуры, почва должна быть закрыта. Если бы мы это выдержали, вот таких катаклизм, которые были у нас, не было бы. Почва должна быть защищена или растительными остатками, или живыми растениями. Если бы мы использовали вот эти все потенциальные возможности, в каждом регионе Ростовской области или Юга мы могли сформировать биомассу седеральной культуры около 300 центров. Имеется в виду и надземная масса, и подземная. Для чего? Я сейчас буду более подробно говорить. Вот смотрите, Дмитрий Николаевич Прянишников, основоположник современной агрохимии, отдавал предпочтение, если у нас нет возможности внести органические удобрения, приобрести минеральное удобрение. Используйте седераты. Казалось бы, агрохимик ратует за седераты. Ведь он и другие последующие ученые нам говорят, это резервы, используйте. Мы же это не делаем. Следующий момент. Солнечная энергия у нас используется в сельском хозяйстве до 5%, от 3 до 5%. Вся остальная энергия, которая падает, приходится на землю, у нас бесполезно теряется. Вот что по этому поводу. Говорил премент Аркадий Ильич Тимирезов. Я не хочу, чтобы о нас говорили как о невежественных предках. Что мы не используем солнечную энергию для формирования урожая. Ведь в агрономии уникальный феномен фотосинтез. Растение преобразует энергию Солнца в энергию органического вещества. Потом эта энергия органического вещества при помощи животных, насекомых переводится в энергию питательных веществ. Но закон преобразования энергии, он существует. Но чтобы вы понимали, дорогие слушатели, мы возьмем тюк соломы. Он, допустим, весит 15 килограмм. Вес мы чувствуем. Взяли его, сожгли на листе железа. Что осталось? Горстка пепла. А куда же эти килограммы делятся? Так наша задача, вот эти килограммы органического вещества, чтобы почвенная биота преобразовала в энергию питательных веществ. Сохранив плодородие почвы. Используя тот потенциал, который у нас есть в каждом регионе. Мы же почему это не используем? Ну, вот основные. Вот как раз я говорил о опрыскивателях, шины низкого давления. И, ну, многие уже знают, вот приспособление, видите, желтенькое на тумане, два. Это мы используем опрыскиватель для высева мелкосемянных культур. Я вам высылал, Николай Васильевич. Это мелкосемянные культуры, которые можно сеять в вегетирующие культуры. Это такие, как рап, зорчица, донник, люцерна. Вика, Рыжик. Ну, это отдельная тема, мы не будем разговаривать о нем. Вот смотрите, эти два снимка взяты мной из интернета. Вот обитатели почвы, почвенный биотов. Я называю подземная корова. И корову, как и настоящую корову, нужно кормить каждый день, чтобы она давала молоко. Ну, а подземная корова должна нам формировать плодородие. Если мы не обеспечиваем нашу почву свежим органическим веществом, микроорганизмы, обитатели почвы, этой подземной коровы, будут интенсивно потреблять, разлагать гумус. А гумус является стражем плодородия почвы. Вот почему сейчас у нас засуха, почва, лишенная большого количества органического вещества, не в состоянии ту влагу удерживать. Потому что в песке вода не держится. Поэтому, дорогие друзья, кормить почву и биоту нужно каждый день и разнообразной пищей. Тогда она будет перерабатывать, и мы обеспечим формирование урожая. Вот Косточев по этому поводу писал, что при внесении в почву или растительных остатков не нужно их запахивать, это вредно. Дождевые черы, микроорганизмы, все это преобразует и будет образован чернозем или другой вид почвы. Опять же, это основоположник нашей агрономической науки. Мы об этом почему-то забыли. Что происходит? Наиболее активный слой почвы верхний. Мы же его обработкой почвы переворачиваем и нарушаем все биохимические процессы, которые характерны для того или иного региона. Обратите внимание, вот справа появилась палочка. Где она перегнивает? У поверхности почвы. Это наиболее активный слой. Что мы делаем обработкой? Птицы нарушают. И обратите внимание, когда вы работаете или плух, или дискатор, что за трактор облетает? Птицы. Они потребляют червей. А черви-то первый землепашец на земле. При содержании чистых поров мы нарушаем структуру почвы, тратим огромное количество удобрений. И, дорогие друзья, вот я по этому вопросу взял вот такую маленькую брошюрку. Иван Григорьевич Калиненко. Выдающийся селекционер. И в этой брошюрке она называется «О настоящем и будущих наших почв, нашего земледелия». Почему-то он написал не о селекции, а о том, что происходит с нашими почвами. Я всем рекомендую найти, она есть в интернете, ее прочитать. Иван Григорьевич был ярый сторонник черных порог. Но то, что творится у нас в области, он в этой книге говорит, что для того, чтобы сохранить плодородие почвы, необходимо вернуться к травопольным всеоборотам. Насыщению трав. Дальше поехали. Ну, Василий Васильевич Докучаев напоминает, нам говорит, что чернозем – это арабская лошадь, которую мы загнали. Дайте ей отдохнуть, она обгонит нас. То же самое Менделеев в отношении пахания. Я не буду дальше. Вот теперь смотрите. Мы создаем своими руками пложную подошву. Те осадки, которые у нас выпадают, не имеют возможности проникнуть в почву. Очень плотная почва. В результате корневая система располагается в верхнем горизонте, осадки вниз не проникают и появляется проблема с засухой. Вот такие последствия перевлажнения почвы. Это наблюдается в ранне-весенний период или при выпадении осадков в виде ливня. Если низины заполняются, а со склона вода уходит, наблюдается эрозия, деградация почвы. Вот так ведет себя корневая система подсолнечника. Дошла до пложной подошвы, и главный корень уходит в сторону. То есть проблема. Но я дальше чуть-чуть. Вот теперь смотрите. Мы создали пложную подошву. Нам уважаемые сельхозмашиностроители говорят, ребята, нет проблем. Есть глубокорыхлители, есть чизель, есть мощные трактора, используйте. Но плугом мы создали пложную подошву на глубине 20-25 сантиметров, потому что обрабатываем на одну и ту же глубину. А нам предлагают эту пложную подошву разрушить, эту подошву перенести чуть глубже, потому что чизель может разрыхлить на 30 сантиметров, создать там подошву. Ну а корневая система же не ограничивается этим слоем. Так вот, есть такая культура, как дайкон. Вот здесь проведена фотография. Дайкон. Он обеспечивает формирование корнеплодов до 50-60 сантиметров, которые не нужно убирать с почвы. И вот если мы будем иметь на одном метре квадратно 5 таких корнеплодов, которые показаны на рисунке, мы будем иметь в почве дополнительно 75 кубометров воды. Вот в этом году получился уникальный опыт, я это не планировал, но с Николаем Сидоровичем я делился. Вот на небольшом участке, ну я пытаюсь наладить систему семеноводства этого разновидности дайкона, потому что с семенами проблемы. Ну посеяли небольшой участок дайкона, и осенью прошлого года не могли выкопать корнеплоды, потому что их длина достигала больше 60 сантиметров. Они ломались, ну мучились мы. Сушь была. Ну выкопали, может быть, там на 2 или 3 сотки территории, территории все и бросили. То, что выкопали, заложили на хранение, получили, кстати, немножко семян, а вся остальная площадь осталась, дайкон успешно перезимал этой зимой. Успешно перезимал. Мороза у нас не было, ну это холодостойкая культура. В марте месяце начало отрастание, в апреле появились первые цветоносы. И первая волна мороза, у нас морозы были в середине апреля месяца, минус 13, потом через 2 дня еще раз минус 13, и потом через неделю 7 градусов. И этот дайкон весь погиб. Ну, перед площадью осталось, мы там посеяли сою. Ну это в апреле месяце, пока туда-сюда появились сходы. И у нас в мае месяц, здесь вот, в Рязовской зоне, было очень благоприятное повлажнение. Были дожди, все это, практически дожди по заказу. Там через неделю выпадали дожди, все хорошо. И разницу вот в развитии сои не было. В июне месяце, как только прекратились осадки, наступила жара, и вот этот участок, где были выкопаны корнеплоды дайкона, соя сразу просела. Я Николас Ильичу, кому есть это видео, просел. Мы неделю назад убрали сою, там где был дайкон, для Ростовской области получить урожайный сою, 18 центров, это очень много. Причем по такому году. А там, где выкопаны дайконы, мы получили 7 центров. Вот. То есть, это резерв, коллеги. Да, проблема номер один, сейчас в семеноводстве. Ну, если бы была государственная поддержка, чтобы развивать семеноводство этих культур, но одному человеку очень тяжело. То, что можно, я делаю, по крайней мере, показываю, что можно делать. То есть, в нем сохранилась влага. Да. Фишка вот в чем. Вот такой корнеплод дайкона, он проникает в почву, на глубину до 60 сантиметров, это корнеплод. Но корниши идут еще дальше. В нем содержание влаги больше 95%. Влаги. Зимой он погибает от мороза. Но в этом году он не погиб, а погиб от весенних заморозков. И вот в этой емкости, которая имеет, напоминает мочалку, влага майских осадков, она упитывалась. И мы делали раскопку. Хранилище воды. Хранилище воды. Подземное хранилище воды. Мы вот в сентябре месяце делали снимки и съемки на этом поле. И я раскапывал. Сохранили, в почве сохранили из корнеплода дайкона. И в нем есть влага. Он влажный. Хотя осадков не было. То есть это опять же подсказывает, как можно делать. Вот посмотрите. Лопата и какой... И вот так он выглядел осенью, перед уходом, зиму. Белго Андреевич, все-таки вот чтобы классиков опять не отпугнуть, можно это как покровную культуру использовать и по классике. Можно, да. После уборки зерновых, посеять, и пускай он до зимы, видите, а потом его... Капливает влагу. Но обработкой почвы мы если будем пахать, мы будем уничтожать же его. Ну, да. Но все равно останутся корни глубже, допустим, 20 сантиметров, останутся там в почве. Плохо-то срежет все это дело. Или дискатор. Коллеги, нужно пробовать. Я просто подсказываю вот эти моменты, которых можно использовать. А как же общие болезни в любителе? А мы же все воборот. У нас, и мы же говорили, что у нас очень высокая насыщенность зерновыми колоссовыми. Крестоцветные или капустные выполняют роль фитосанитаров. У них нет общих болезней. У нас капустных практически нет в всеобороте. Практически нет. Ну, рапсы, если кто выращивает, и все. А то, что вот он как фитосанитар, это естественно, да, он работает. И еще один очень важный момент. Мы сейчас говорили вот о подзимнем посеве. Если у нас сложились благоприятные условия в оптимальные сроки сева, о зимой пшенице, то есть то, что мы говорили, достаточное количество влаги, все это, можно практиковать вот такой момент с перспективой, что у нас на следующий год, ну, веотационный период будет засушливый. Можно селкой, о которых вот мы говорим, ну, это можно делать и по классике, закрывать, через один делать сошник. Вот здесь, что мы сделали? Ширина междуряди здесь 17 сантиметров. Но, мы закрыли, пшеница посеяна через 35 сантиметров, а, ну, там, до высевающих ящика, для мелкосемянки, и для усилки прямого посева, и для основной культуры. Так вот, дайкон мы высевали через мелкосемянку, для высева мелкосемянных культур. И вот так они выглядят. В зимний период дайкон погибает. А вот эти корнеплоды, я показал, они не такие большие, потому что, ну, период вегетации у них очень маленький, ну, в течение двух месяцев, в осенний период. Но, тем не менее, они остаются в почве, в междурядях пшеницы. И, вот, аспирантам сделано исследование, там, где без дайкона пшеница, и с дайконом. Где дайкон, корневая система пшеницы тянется к дайкону. Там, где есть хранилище. А без дайкона, оно, в общем-то, одинаково распространяется. А здесь четко наметилось, там, где дайкон, корневая система движется туда. То есть, там, где влага, растение реагирует. То есть, это опять вот резерв, для того, чтобы мы могли использовать эти... Во-первых, это пища, свежегроническое вещество, которое при минерализации обеспечивает питание почвенной биоты и освобождается элементом питания для зимой пшеницы. То есть, вот резерв тоже, который можно использовать. Николай Андреевич, а вот период, когда не занята почва, вот, с июля по март. Я сейчас буду подсказать. Вот в март возникает вопрос. Это же растения теплого периода, они погибнут, тот же дайкон. А как март использовать? Николай Андреевич, я сейчас покажу дальше. Я покажу дальше. Ну, это вот селка прямого посева, как осуществляет подзимний, это сел дайкона. А зимая пшеница и дайкона. Вот, здесь пшеница высевается, здесь дайкон, пшеница, дайкон. И так идет чередование. Что-то не хочет листать. Саша, помогите. Что-то не листает. Или батарейка села. А, все, все. Все, залистал. Ну, вот, есть такое крылатое выражение, казнить нельзя помиловать. Помните? Ну, конечно, конечно. По-моему, 12 месяцев, да, сказка? Я не помню где, но... Ну, когда принц... Так вот, я чуть-чуть перефразировал. Пахать нельзя сеять. И вы должны определить то место для запятой. Большинство считает, пахать нельзя сеять. Мы же даем предпочтение, пахать нельзя, нужно сеять. Чем это обусловлено? Вот, смотрите. Открытая поверхность почвы в дневные часы, в летний период нагревается до 70 градусов. Вот, в 2010 году, это данные моего аспиранта, мы определяли, что в 2 часа дня на поверхности черного пара температура достигала 71 градуса. Все жизненные процессы при температуре больше 40 градусов затихают. Ну, это белки сворачиваются, углеводы, аминокислоты, то есть, высокая температура неприемлема. Там, где у нас имеются растительные остатки или живые растения, температура никогда не будет повышаться больше 30 градусов. Это многолетние исследования уже установлено. Мы сами создаем рукотворную засуху. Авсинский по этому поводу писал, что плуг сакса нанес огромный вред. И вот теперь, о чем вы говорите, Николай Васильевич. Использование многолетних травм, которые позволяют нам использовать вот эти резервы и для сохранения плодородия почвы, и для обогащения почвы органическим веществом, и использованию влаги. Вот два варианта. Бинарные посевы подсолнечника с донником и люцерном. Многие об этом слышали, но надо понять, чтобы вникнуть вот в эту философию, и самое главное, мы должны понимать, что вот бобовая культура, допустим, в бинарном посеве, это мы дополнительно создаем проблемы. Своего рода сорняк. Большую норму высевания ни в коей мере не нужно давать. Вот здесь донник высеян в пределах 4-5 килограмм на гектар. Люцерна посеяна 0,5 килограмм на гектар. Всего лишь навсего. Причем ширина междуряди 70 сантиметров. Вот так они выглядят. То есть подсолнечник вместе с донником. Убрали мы подсолнечник. Вот ранний весенний период, это конец марта, начало апреля, вот слева фотография донник на сидерат. И мы планируем по этому полю после подсолнечника, где был донник, он отрос, использовал ту влагу, то тепло, которое есть. Но нужно понимать, что донник, если мы продлим больше его вегетации, он сильно может рассушить почву. То есть агроном должен контролировать этот процесс. Как он видит, что уже влага почи начинается снижаться, осадков не ожидается, мы заходим и убиваем донник гербицидом. И затем, обработав донник гербицидом, сплошного действия, мы туда сеем по прямому посеву. Коллеги, тут мы сеем, допустим, кукурузу. Все прекрасно, все великолепно получается. Тут не нужно сомнений, все хорошо. Теперь следующий вариант, который мы можем использовать. Саша, что-то... Ага, стоп. Вот был у нас посеву подсолнечника с люцерной. Убрали мы подсолнечник, и в этот же день мы с сеялкой прямого посева там, где стебли подсолнечника, сеем, и растут растения люцерна, азимы и пшеницы. Вот этот вариант использования подсолнечника актуален и для Ростовской области, для подзимнего посева, и для других регионов, потому что вот наличие такого количества растительных остатков, это как раз таки будет снегозадержание, обеспечивает сохранение влаги, будет почва меньше проветриваться. Но мы посеяли сюда азимую пшеницу, чтобы получить сходы, видите, они получены в сходы. В ранний весенний период мы имеем вот такое состояние азимой пшеницы. Люцерна начинает перерастать в пшеницу, мы ее должны чуть-чуть приостановить. Есть обработка гербицидами, мы боремся с сорняками, приостанавливаем развитие люцерна. Люцерна обеспечивает питание азимой пшеницы. Обратите внимание, люцерна широкорядный посев, 70 сантиметров. Норма высева очень маленькая, поэтому мы не создаем конкуренции. Но все равно люцерна конкурирует. Обработав гербицидами, мы приостанавливаем развитие люцерна и пшеница у нас растет без проблем. Мы убираем пшеницу, это следующий момент. И вот слева, в июле месяце мы убрали азимую пшеницу, в сентябре месяце вы можете получить, если есть животноводство, зеленый корм, сено, или семена люцерны. Вот в этом году в одном из хозяйств они собрали с каждого гектара воловое производство больше 50 тысяч рублей за гектара. 30 сантиметров получили азимой пшеницы, третьего класса они реализовали по 12,50. Плюс в сентябре месяце убрали семена люцерны, великого урожая они не получили, но в пределах 1,2 сантиметра с гектара, это еще дополнительно около 20 тысяч. Вот вам 50 тысяч с гектара два урожая в год. Что дают возможности? А люцерна осталась. На следующий год мы можем сюда сеять кукурузу, то ли на зерно, то ли на силу. Можем сюда сеять сою, сорга, проса. Люцерной можно управлять. Потому что у люцерны мощная корневая система и она меньше страдает от засуха. Она страдает, но в меньшей степени. И она защищает почву от эрозии и использует солнечную энергию, влагу, тепло для формирования урожая и органического вещества. Ведь люцерна у нас прекрасный предшественник для последующих культур. Люцерну можно использовать не 2-3 года или как обычно, а до 10 лет. Пока она не прекратит свое существование. Использование озимой вики. Вот слева показано, как озимая вика в ранний весенний период мы обработали глифосадом. Посев был произведен осенью по озимой пшенице. Сформировала такую биомассу. Мы сеем туда сою или же кукурузу. Обратите внимание, какой войлок образует соя. Вика. То есть вот вам резервы, которые мы не используем. В настоящее время достаточно эффективно применяют очесывающие жатки. Наличие большого количества растительных остатков необходимо иметь селку прямого посева. Вот здесь посеяна кукуруза. Николай Алексеевич, я вам присылал видео, когда мы после уборки озимой пшеницы посеяли сорга. И сорга сейчас уже выбросила метелку, скороспелые гибриды, сорга, вот. То есть опять, вот сорга сухоустойчивая культура. Вот опять видите, как мы можем использовать эти резервы, но их почему-то мы не используем. После уборки вот этих культур, если надземная масса удаляется с урожаем, как кормовая культура, вот то, что остается, какое количество алиментов питания почвы. Коллеги, я ни в коем мере не претендую, чтобы вы не применяли удобрения. В Российской Федерации минеральное удобрение применяется ничтожно мало. Вот это показатели как дополнение к тому, что мы можем нести. Это очень дешевый и эффективный прием сохранения плодородия почвы. Эти культуры являются биологическим насосом, который перекачивает из глубоких слоев почвы в верхние горизонты, которые потом будут использоваться такие культуры, как пшеница, кукуруза, подсолнечник, потому что у эспарцета, донника, люцерны, вайды, корневая способность извлекать труднодоступные фосфорные калийные соединения, которые для других растений недоступны, переводить в легкодоступные. Ни в коем мере, чтобы не возникло вопрос, что вот я не буду применять удобрений, а буду использовать, да, это хорошие предшественники, но применять удобрения нужно сколько позволяет вам бюджет. Если пересчитать по азоту, это эквивалентно внесению такому количеству навоза, аммиачной селитры и сложные удобрения. Но, друзья мои, эти удобрения нужно делить на три, потому что минерализация растительных остатков культур происходит в течение трех лет. 40% первый год, 40% второй год и 20% третий. Поэтому необходимо делать плодосмен, использовать один год люцерна, другой год эспарцет, донник, вику. Дальше поехали. Ну вот мы приступ приведены, Саша, как раз на ваш вопрос, данные нашего предприятия, это данные Ростовского агрохимического центра, туровое обследование, вот в 2013 году было и в 2019 году. И обратите внимание, вот в нашем предприятии мы не применяем твердых удобрений, только жидкие удобрения, плюс в структуре пассивных площадей более 30% многолетних бобовых трав, это люцерна, эспарцет донник вика. И за пять лет произошло увеличение по фосфору, по калию, очень большое увеличение по гумусу, и реакция изменилась почвенной среды, PH увеличилась. То есть это говорит о том, что мы можем иметь инструменты по управлению, формированию урожая и рациональному использованию вот тех ресурсов, которые у нас есть. Что нам дают почвопокровные культуры? Рациональное использование тех резервов, которые у нас есть, возобновляемые природные ресурсы. И обогащает почву легкодоступными дополнительными элементами питания, за которые не нужно платить. В общем-то, затраты связаны только лишь с приобретением семян и посевом этих культур. Все. Все это остается в почве. Если есть животноводство, можете использовать на корм животных, потом вернется все это с навозом. Но мы сейчас говорим о тех хозяйствах, где нет животноводства, где можно это применять и сохранять плодородие почвы. Сохранять, не повышать, хотя бы сохранить. Вот в среднем, будем говорить так, при урожайности 30 тонн биомассы, имеется в виду и надземная масса, и подземная, мы имеем при 20% сухом веществе 6 тонн сухого вещества, в котором содержится 540 килограмм элементов питания, азота, фосфора, калия, плюс углерод. Углерод тоже очень важен. Мы почему-то о нем забываем, потому что все живое на больше чем 80% состоит из углерода. И возможно получение 50 тонн. Ну и я бы хотел закончить в следующем. Никак не хочет листать в США. Вот. К большому сожалению, только в двух регионах Российской Федерации, насколько мне на данный момент известно, может быть кто-то еще соизволил, принята государственная программа по биологизации земледелия. Это Ставропольский, это Белгородская область, инициатор был, ну якобы он уже ушел, да? Савченко, программа губернатор Белгородской области. И в Краснодарском крае срочная программа по использованию бобовых культур в всеобороте, если должно быть в каждом всеобороте, в любого землепользователя, не менее 10-12% бобовых культур. Вот на этом все наше повествование. я всегда от реального природного изобилия к иллюзиям, чтобы вы не бежали в замки на песке. Все это в наших силах делать, коллеги. Прислушайтесь, и я благодарен Николаю Васильевичу, деловому крестьянину, что имеет он прекрасную платформу для того, чтобы общаться с вами. Вот, ну, я по натуре учитель, преподаватель, я делюсь знаниями со всеми, кому это интересно, пожалуйста, кому не интересно, но прошу прощения, что заняло ваше время, но я думаю, то, что вы услышали, кто смотрел, тем интересно. Может быть, это будет, что-то вам пригодится. Ни в коей мере не нужно копировать то, что я вот здесь рассказывал, нужно просто-напросто понимать философию. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Есть вопросы? Очень интересно. Больше нет, да? Сейчас уже вот по той части, по первой части было много вопросов, но она и анонсировалась. Вот это вот она уже по ходу дела возникла, вторая. И по опыту подзимнего посева я хотел бы вернуться, что понятно, что здесь был опыт персиановский поселок, то, что вокруг, но я думаю, что каждый регион и на юге России они сделали, можно сделать для себя выводы и как-то скорректировать для своей территории, ну и много интересного по подзимнему посеву и для отдаленных регионов, для Сибири, центрального региона и прочих мест. И мне хочется отзыв тут вот поступил от Светланы Лиходеевской из ФГБУ САС-Прикумская. Она пишет «Здравствуйте, смотрю конференцию, спасибо организаторам и лично Николаю Андреевичу. Ответы понятны, конструктивны, на поставленные вопросы, все получили ответы. Спасибо большое. Вот я думаю, что это общее мнение тех, кто смотрел нас и я хочу повторить, что тех, кто захочет вернуться к сюжету и захочет посмотреть видео, оно будет выложено впоследствии на нашем сайте Агробук и можно будет посмотреть и тем, кто сегодня это видел и всем желающим. Но, как правило, видео смотрят гораздо больше людей, поскольку прямая трансляция, она у нас идет в рабочий день, в рабочее время, не у всех есть время, но, тем не менее, мы можем сказать, сколько смотрела ГАЛА. По завершении вы сможете сказать цифру, сколько у нас смотрела прямой эфир. Спасибо, Николай Андреевич, спасибо руководству Донгау за предоставленную возможность провести отсюда прямую трансляцию. Будем рассчитывать на хороший урожай. Да, но я хотел бы всем пожелать стабильного урожая, высокого качества и очень низкой себестоимости. Это будет достойный вклад в бюджет каждого селянина, чтобы были довольны всем. Спасибо всем. Спасибо.